У того, кто торопится, совершая намаз, такой спешкой, которая нарушает туманину, спокойствие, намаз такого не действителен, будь то это обязательный намаз или желательный. Поскольку один человек пришел в мечеть и молился без спокойствия, пророк, саллау алия салям, сказал ему, вернись, помолись, ты не молился. И повторил это три раза. Обязательно должно присутствовать спокойствие туманина. Удивительны сына Адама, люди, поспешность людей, невежество людей, несправедливость людей. Как он может так торопиться, когда он обращается к Аллаху и взывает к Нему? Если бы человек стоял со своим другом и разговаривал с ним, и прошел бы час или два, как он стоит, он бы не заскучал. Так как же, если он стоит перед Аллахом, велик он и могуч? Взывает к Нему, обращается к Нему. О, Господь! Господь мой, прости мне. Причисто от недостатков. Мой Господь возвышенный. Причисто от недостатков. Мой Господь великий. Взывает к Нему своей речью. Так как же он может так торопиться? Разве за Ним стоит целая армия? Никогда. Но шайтан является нашим врагом. И клянусь Аллахом, он не любит для нас ничего, кроме плохого. Клянусь Аллахом, не любит, чтобы от нас не сходило ничего, кроме того, что плохо для нас. Он любит удерживать нас от поминания Аллаха, от намаза. Он говорит, иди, 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 поторопись. Как будто бы мы на углях. Я говорю, о, брат мой, попробуй проявлять спокойствие в намазе. Представь себе, что как будто ты обращаешься к Аллаху и взываешь к Нему, чтобы ты почувствовал вкус этого, чтобы она стала радостью твоих очей, как она была радостью очей посланника, мира ему и благословения. Радуйся ей, полюби ее. И если намаз закончился, чтобы ты сказал, пусть Аллах даст нам второй намаз. Что касается того, чтобы мы воровали, крали из нее, то это кража от шайтана. И мы прибегаем к Аллаху от шайтана побиваемого. О, Аллах, защити нас всех от шайтана побиваемого камнями.